Взглядывали ли вы когда-нибудь на ночное небо, задаваясь вопросом о нашем месте во Вселенной? Этот вопрос волновал человечество на протяжении веков. С древних времён люди смотрели на звёзды, пытаясь понять своё место в этом огромном космосе. Наша планета, Земля — всего лишь крошечная песчинка в этом бескрайнем космическом океане. Мы всего лишь маленькая часть чего-то гораздо большего. Чтобы понять наше место во Вселенной, представьте себе космическую систему адресов. Это поможет нам осознать масштаб нашего существования. Наш космический адрес начинается с нашей родной планеты — Земли, а затем расширяется, охватывая нашу Солнечную систему, нашу Галактику, Млечный Путь и, в конечном итоге, наблюдаемую Вселенную. Это путешествие показывает, насколько мы малы в масштабах космоса. По пути мы сталкиваемся с удивительными объектами, такими как туманности, сверхновые и чёрные дыры и умопомрачительными расстояниями, которые подчёркивают грандиозность и чудо космоса. Эти расстояния настолько велики, что их трудно даже представить. Итак, давайте отправимся в космическое путешествие, чтобы исследовать наше место во Вселенной, начав с нашей родной планеты и углубившись в неизведанное. Это путешествие обещает быть захватывающим и полным открытий. Наш космический адрес начинается здесь, на Земле, маленькой скалистой планете, вращающейся вокруг средней звезды, которую мы называем Солнцем. Из космоса Земля выглядит как бледно-голубая точка — хрупкий оазис, кишащий жизнью в бескрайних просторах космоса. Её уникальные условия, включая пригодную для дыхания атмосферу, жидкую воду и магнитное поле, защищающее нас от вредного излучения, делают жизнь возможной. Наша планета является домом для потрясающего разнообразия жизни — от микроскопических организмов до высоких деревьев и разумных существ, таких как мы. По мере того, как мы удаляемся от Земли, мы начинаем осознавать необъятность космоса и уникальное место, которое наша планета занимает во Вселенной. Двигаясь от Земли, мы попадаем в наше космическое соседство — Солнечную систему. Солнечная система состоит из Солнца и всех объектов, которые вращаются вокруг него, включая планеты, луны, астероиды и кометы. В центре нашей Солнечной системы находится Солнце — гигантский шар горячего газа, который даёт свет и тепло всем планетам. Огромная гравитация Солнца удерживает Солнечную систему вместе, сохраняя все планеты на их орбитах. Наша Солнечная система является домом для восьми планет, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками. За пределами планет мы находим пояс астероидов и пояс Койпера — области, населённые скалистыми и ледяными телами. Наша Солнечная система — лишь небольшая часть гораздо большей структуры — галактики Млечный путь. Эта галактика является домом для множества других звёздных систем, планет и космических объектов. Млечный путь — это огромная спиральная галактика, содержащая миллиарды звёзд, газа и пыли, удерживаемых вместе гравитацией. Его спиральные рукава простираются на тысячи световых лет. С нашей точки зрения на Земле мы видим Млечный путь как полосу света, протянувшуюся по ночному небу. Эта полоса состоит из множества звёзд, которые, кажется, сливаются в одно целое. Наша Солнечная система находится в одном из спиральных рукавов Млечного пути, примерно на двух третях расстояния от галактического центра. Это место называется Орионова рука. Чтобы совершить один оборот вокруг центра Млечного пути, нашей Солнечной системе требуется около 230 миллионов лет. Это движение называется Галактическим годом. Млечный путь – это динамичная и постоянно развивающаяся галактика, в которой постоянно рождаются и умирают звёзды. Этот процесс поддерживает галактику живой и активной. Выходя за пределы Млечного пути, мы встречаем другие галактики, каждая из которых содержит миллиарды звёзд. Наша галактика является частью небольшой группы галактик, называемой местной группой. Местная группа содержит около 54 галактик, включая наш Млечный путь, галактику Андромеды и галактику Треугольника. Эти галактики гравитационно связаны друг с другом, а это значит, что со временем они медленно движутся навстречу друг другу. Сама местная группа является частью гораздо большей структуры, называемой сверхскоплением Девы. Сверхскопление Девы содержит сотни групп и скоплений галактик, простирающихся на расстояние более 100 миллионов световых лет. Продолжая наше космическое путешествие, мы достигаем пределов того, что мы можем наблюдать в настоящее время – наблюдаемой Вселенной. Из-за конечной скорости света и расширения Вселенной существуют части Вселенной, которые находятся слишком далеко, чтобы их свет успел дойти до нас. Эти области лежат за пределами нашего космического горизонта. По оценкам, наблюдаемая Вселенная содержит триллионы галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд. Однако важно помнить, что наблюдаемая Вселенная – это всего лишь снимок Вселенной в определенный момент времени. Вселенная постоянно расширяется, и в поле зрения постоянно попадают новые области. Одно из самых глубоких открытий в космологии заключается в том, что Вселенная расширяется. Это означает, что расстояние между галактиками увеличивается с течением времени, как точки на воздушном шаре, который надувают. Расширение Вселенной было впервые обнаружено в 20-х годах XX века астрономом Эдвином Хабблом. Это привело к разработке теории Большого Взрыва, которая описывает происхождение и эволюцию Вселенной, изначального состояния сверхвысокой плотности и температуры. Несмотря на то, что мы добились значительного прогресса в понимании Вселенной, остается еще много неразгаданных тайн. Одной из самых больших загадок является природа темной материи и темной энергии. Астрономы заметили, что галактики вращаются быстрее, чем должны, исходя из видимой материи, которую они содержат. Это говорит о том, что должна существовать некая невидимая материя, называемая темной материей, которая обеспечивает дополнительную гравитацию, удерживающую галактики вместе. Аналогичным образом, наблюдения далеких сверхновых показали, что расширение Вселенной ускоряется, а не замедляется, как ожидалось. Темная материя и темная энергия составляют подавляющее большинство массы и энергии Вселенной, но мы очень мало знаем об их истинной природе. Необъятность Вселенной и открытие планет, вращающихся вокруг других звезд, подогревают наше воображение о возможности существования внеземной жизни. Ученые ищут признаки жизни на других планетах и лунах в пределах нашей Солнечной системы, таких как Марс и Европа. За пределами нашей Солнечной системы астрономы открывают тысячи экзопланет, планет, вращающихся вокруг других звезд. Некоторые из этих экзопланет находятся в обитаемой зоне своих звезд, где условия могут быть подходящими для существования жидкой воды на их поверхности. Хотя мы еще не нашли убедительных доказательств существования внеземной жизни, поиски продолжаются. Возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиардов лет. Это невероятное количество времени, которое трудно даже представить. А наша планета, Земля, образовалась около 4,5 миллиардов лет назад. Она прошла через множество изменений, прежде чем стала такой, какой мы ее знаем сегодня. Жизнь на Земле существует около 3,8 миллиардов лет. Эти первые формы жизни были простыми, но они заложили основу для всего живого, что мы видим сейчас. А люди существуют лишь крошечную долю этого времени. Наше появление на этой планете – это недавнее событие в масштабах космоса. На космической шкале времени история человечества – это всего лишь мгновение ока. Но за это короткое время мы успели создать цивилизации, культуры и технологии. Тем не менее, за этот короткий промежуток времени люди добились поразительных успехов в понимании Вселенной и нашего места в ней. Мы отправляли миссии в космос, изучали далекие планеты и звезды. По мере того, как мы продолжаем исследовать Вселенную и разгадывать ее тайны, мы открываем новые горизонты и возможности. Мы начинаем глубже понимать необъятность времени и пространства, осознавая, насколько мы малы в этом огромном космосе, а также ценность жизни на нашей планете. Каждый момент, проведенный здесь, уникален и бесценен. Наше путешествие по космосу перенесло нас с нашей родной планеты – Земли на край наблюдаемой Вселенной. Мы столкнулись с умопомрачительными расстояниями, впечатляющими структурами и глубокими тайнами, которые продолжают бросать вызов нашему пониманию космоса. Вселенная – это место чудес и красоты, полное бесконечных возможностей для исследований и открытий. Наше место во Вселенной одновременно смиряет и вдохновляет. Вселенная полна чудес, и от нас зависит, будем ли мы продолжать исследовать ее и разгадывать ее тайны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok